Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» приходят вопросы о том, что такое печаль, как с ней бороться, какие духовные средства борьбы с этим тяжелым духовным недугом. И сегодня хотелось бы предложить вашему вниманию некоторые размышления и советы преподобного Паисия Святогорца. Безусловно, как в одной из наших бесед мы уже касались этого вопроса, печаль — это не одна из базовых эмоций, а это страсть нашего поврежденного человеческого естества. Печаль зарождается в человеке, который порабощен страстям, и прогнать ее можно славословием Богу. Чем больше славословия и чем больше благодарности Богу, тем больше благодеяний человек начинает видеть в своей жизни. Но есть еще одно, как пишет преподобный Паисий Святогорец, еще одно очень важное практическое средство, или, скажем так, практическое лекарство для исцеления от печали. Это доброе, благоразумное общение. Общение с духовно упорядоченными людьми. Преподобный Паисий Святогорец многократно в своих беседах с духовными чадами, с сестрами монастыря святого апостола Иоанна Богослова в Сурати, которые были его духовными чадами этой обители, иногда приводил примеры из своей молодости, из своей жизни. И вот один из таких примеров, следующий. Мы в молодости, говорил преподобный Паисий, часто сажали дыни и кабачки рядом друг с другом. Естественно, пчелы опыляли то и другое растение. И когда дыни росли рядом с кабачками, то за счет того, что пчелы опыляли то и другое растение, дыни немножко теряли в своей сладости. А кабачки вроде бы что-то заимствовали от дынь, но оставались кабачками. Почему? Кабачок вырастал, приобретал некоторую сладость, и для того, чтобы его сготовить, требовалось больше соли и специй, а дыня теряла. Из этого простого наглядного примера преподобный Паисий Святогорец делал очень важный духовный вывод. А преподобный Паисий всегда из наглядных примеров окружающей жизни старался делать вывод именно духовный. Вот подобно тому, как дыня и кабачок растут рядом, точно так же человек духовно упорядоченный, верующий в Бога, благодарящий Бога, читающий Священное Писание, старающийся жить по заповедям Божьим, то есть тот, кто регулярно ходит в Храм Божий, исповедуется, причащается святых христовых тайн, жизнь которого полностью, скажем так, богоцентрична. Такие люди живут в окружении людей, которые порой Бога не знают или вспоминают только, когда какая-то беда или скорбь. Иные постоянно ропщут, Богу высказывают всевозможные претензии, причем претензии совершенно неразумные, и все мы, как на одном поле, растем вместе. И вот общение человека духовно упорядоченного и человека, удалившего Бога из своей жизни, оно как раз подобно тому, как растут дыни с кабачками. И вот это взаимное общение заключается в том, что человек, живущий без Бога, иногда может прийти к верующему человеку, благочестивому, и, говоря современным языком, загрузить его своими проблемами. Начиная говорить об одном, о втором, о третьем, о пятом, о десятом, чаще всего разговор переходит в ропот и в осуждение, огульное осуждение всех и вся, ропот на свою жизнь, на свою судьбу, на скорби, на болезни и так далее, и так далее. Верующий, благочестивый, духовно упорядоченный человек все это выслушивает, старается по мере сил человеку помочь, и таким образом как бы внутренне немножко отдает. Отдает, отдает свою силу, отдает свои, так сказать, жертвует, конечно, в первую очередь своим временем. Все больше и больше отдает. Конечно, человек духовный не оскудеет окончательно, подобно тому, как от одной зажженной свечи можно зажечь множество других свечей, а огонь в первой свече не умалится. Духовный человек отдает, но не умалится до конца. Но вся беда в том, и преподобный Паисий в этом примере о кабачках и дынях, вся беда в том, что человек, живущий без Бога, который благодяний Божий не видит и видеть не хочет, который привык роптать, жаловаться, осуждать, даже общаясь с человеком духовно упорядоченным, пользу не получает. Вроде бы человек духовный отдает от себя, но тому, который принимает и принимает и принимает, пользы все равно нет. И, как с присущим ему юмором преподобный Паисий говорил, дыни растут рядом с кабачками, опыляются одними и теми же насекомыми, но дыня остается дыней, а кабачок, к сожалению, остается кабачком. Поэтому, чтобы нам, дорогие друзья, не хочу никого обидеть, всех наших уважаемых слушателей, чтобы нам не уподобиться кабачкам, которые все только берут и берут и берут, общаются с людьми духовно опытными, спрашивают у них без конца, на их немощные плечи постоянно выкладывают свои скорби, болезни, свои претензии, но лучше не становится. Почему? Потому что не учатся доброму. Иной раз в жизни много таких примеров. Каждый священник может тысячи, если не сотни тысяч своих подобных примеров и своих пастырского опыта поделиться. Едет человек в какой-нибудь монастырь, едет к какому-нибудь старцу, выкладывает на его немощные плечи все свои скорби, жалуется на все, на свою семью, на свое начальство, на обстоятельства, на скорби, на болезни, но не может присмотреться. А как живет этот подвижник, у которого порой ничего нет, у которого одни скорби и болезни, и который, как по словам святого апостола Павла, носит немощи, немощи ближних, который всего себя отдает. И вот возвращается обратно и опять продолжает роптать. И порой можно этого человека спросить, но ты же был у старца, был. Что он тебе сказал? А что он сказал, ты уже не помнишь. А ты видел, какой образ жизни у него? А ты обратил внимание, что вот он тебя выслышал, но не участвовал вместе с тобой в твоем осуждении? Он не роптал, он не унывал, не печалился, не приходил в отчаяние. Напротив, он и своим внешним видом, и своими словами пытался тебя ободрить. А ты знаешь, сколько таких, как ты, к нему приходят каждый день. И каждый приносит ему только скорбь, ропот, претензии, всевозможные, так сказать, скорби и так далее. Каждый приносит. А посмотри на этого старца, на этого, допустим, пожилого монаха. Он всегда радуется и всегда благорит Бога. И Господь всегда с ним. Почему? Потому что он Бога словословит. И вот смотри, твое общение с ним пошло ли тебе на пользу? Не уподобился ли ты, вот как говорил преподобный Паисий, кабачку, который хоть и растет рядом с дыней, но остается кабачком? Вот из этого такого простого, наглядного, можно так сказать, афористичного примера, давайте сделаем, дорогие мои друзья, правильный вывод. Общение, даже святой апостол Павел говорит, общение не забывайте. Общение очень полезно людям между собой, особенно людям немощным, тягощенным печалью, унынием. Полезно общаться с людьми духовно упорядоченными, но надо, чтобы это общение приносило пользу. Надо стараться хоть чему-то учиться. Надо от этого общения делать хоть какие-то правильные выводы для себя. Да поможет нам Господь, дорогие друзья, бороться с этим опасным, современным духовным недугом, который именуется печаль и уныние. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.